Лето – горячая страда не только для мирных земледельцев. Собирают на полях свой урожай и наркодельцы. Причем как-то так получается, что здесь засухи, подражания ГСМ и других современных бед сельского хозяйства не ощущают. Сборы марихуаны, судя по сводкам полиции, как были, так и остаются рекордными. Репортаж казахстанских журналистов из легендарной Чуйской долины. В печально знаменитой Чуйской долине горячая страда. Летом регион превращается в центр наркотрафика Центральной Азии. Тысячи сборщиков марихуаны едут сюда на промысловые работы. Задача спецподразделения «Дельта-долина» – не допустить вывоз наркотиков за пределы долины. По периметру этой Чуйской долины, если взять площадь около 2 миллионов гектаров, где-то 140 га, здесь – это именно ареалы предоставления конопли. И по периметру где-то выставили 6 постов на выездах на всех, чтобы не могли выехать на трассу и не могли уйти. За этот период проведения именно операции «Кендер» на станциях «Луговая», «Сан-Сейчу» тоже задержали уже в поездах. Задерживали где-то изъято около двух тонн марихуаны. Шестилетняя овчарка – это Альфике, чемпионка среди полицейских собак. На ее носу самое большое число у Чуйной контрабанды – более четырех тонн наркотических веществ. Для лейтенанта полиции Евгения Бонтового – это Альфике, коллега, соратник по службе и друг. Он ласково ее называет Кузи и проводит с ней больше времени, чем с семьей. Сейчас на всех постах Жамбылской области усилены досмотры автомашин. На вооружении комитета по борьбе с наркобизнесом – новейшие технологии. Этот рентгенаппарат способен за сутки просканировать до 40 большегрузных машин. Куда сложнее обнаружить и нейтрализовать сборщиков конопли в самой долине. Ведь Чуйская долина по территории может сравниться с какой-нибудь европейской страной. Сложность в всем заключается. Они тоже разрешены в разные способы. По-разному, например, на сегодняшний день нам повезло. Тоже есть информаторы, тоже есть люди, которые охраняют. Ихние тоже люди, которые стоят, следят. Кто-то посторонний, кто-то проезжает, они тоже видят это. И поэтому очень сложно это сделать. Мы должны тоже оперативно, негласно, незаметно зафиксировать это все и одновременно задержать уже по факту. Излюбленное место наркодельцов – долина Аспара. Говорят оперативники, аспаранская марихуана – самая сильная, а значит дорогая. Поэтому собиратели дурман-травы устремляются именно сюда, в место, прозванное народом Светлые горы. В этих ареалах они вырубливают, выкашут коноплю, но они не держат, не ложат в других местах, высушат в другом месте, где не прорисовывают эти ареалы. Поэтому, чтобы уже мы не могли видеть их. Потом уже после, например, задержания, например, уже в ходе следственной проверки, уже в ходе мероприятия, оперативных мероприятий, мы обстанавливаем, где они сохранят это и изымают. На наших глазах именно в Светлых горах произошло задержание преступной группировки. Операция готовилась несколько дней. Все аресованы граждане Кыргызстана. Чуйскую долину посещают не в первый раз. Чем вы занимались до задержания здесь? А на шоу с ним брали? Зачем? Для чего? Чтобы продать все. Через Казахстан проходит главная артерия наркотрафика всего азиатского региона. Оперативники без пафоса говорят, что стоят на передовой мировой борьбы с наркобизнесом. В год изымается от 20 до 30 тонн марихуаны, которую пытаются заготовить в этих регионах. До 90% от тех наркотических средств, которые пытаются заготавливать здесь, силами подразделений по борьбе с наркотиками, силами других наших органов, в том числе таможенных органов, пограничных органов, изымается и вот этот трафик прекращается. Конопля растет и сохраняет свои свойства до глубокой осени. Значит, ежедневное патрулирование, досмотр багажа продлятся вплоть до октября. Операция МАК продолжается, но полицейские с горечью констатируют. Полностью предотвратить проникновение свежего урожая на наркорынок им вряд ли удастся. Пока силы наркодельцов превосходят сражи порядка, в десятки раз сбор марихуаны остается самым прибыльным и заманчивым бизнесом.